Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг-баршур в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно двигаться, как правильно вести тот самый здоровый образ жизни, чтобы, занимаясь активной профилактикой, реже попадать на лечение. Сегодня решил написать очень актуальное, на мой взгляд, видео. Как правильно питаться, пить воду и заниматься спортом зимой. Если вы свой автомобиль на зимнюю резину уже переобули, ваш автомобиль к зиме готов. Если вы свою квартиру или свой дом утеплили, ваш дом к зиме готов. Если вы поставили хороший котел надежный в своем доме, вы также подготовили и себя частично к зимнему периоду года. Но! Пока вы находитесь в теплых, уютных домашних условиях, у вас все хорошо! Вот как только вы покидаете эти условия и оказываетесь в переменных условиях окружающей среды, а там достаточно прохладно и температура уже ниже, чем плюс 18 градусов по Цельсию, а регулярно опускается и ниже нуля, то очень важно знать, как же и себя любимого подготовить к этим не самым простым условиям. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как же правильно питаться зимой, как правильно пить воду зимой, как правильно заниматься спортом зимой, чтобы обострение вирусно-бактериальных инфекций, которые есть у любого взрослого человека. Каждый взрослый человек имеет примерно 500 видов бактерий и в своем организме иммунная система с ними работает прекрасно. И отсутствие обострения как раз и показывает, что ваша иммунная система в этом отношении сильна. Каждый взрослый человек имеет несколько десятков вирусных инфекций, отсутствие активности которых также говорит о хорошей активности иммунной системы. Вот как это все сохранить и не заболеть зимой, вы в этом видео и узнаете. Когда температура окружающей вас среды стремится опуститься к нулю градусов по Цельсию и даже ниже, это не повод покупать вторую шубу или ставить второй стеклопакет на окна. И шуба, и стеклопакет могут сохранить лишь то тепло, которое образовалось внутри шуба вашего организма, стеклопакет вашего жилища. А образует тепло в помещении печка, хороший котел и только это тепло можно сохранить. Такой же хороший котел или подержанный котел находится в работе в вашем организме. Это работа печени. Именно в печени образуется тепло, согревающее вас после еды. После еды. Но не всякая еда способствует хорошему согреванию вашего организма. Если вы вводите, продолжаете вводить летнюю пищу, а именно овощи, фрукты в значительных количествах, но не увеличили долю одного очень важного компонента, тепла образуется в организме мало. И вы рискуете как обострением тех инфекций, которые есть у любого и каждого, так и банальным переохлаждением либо даже отморожением некоторых конечностей. И самое лучшее топливо, которое должно попадать в организм зимой. Если вы на нем осенью могли немножко сэкономить, не так прохладно было, то зимой вы должны его вводить. Это белки. И лучше белки животного происхождения. Иными словами, в вашем рационе должны быть мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты. В них содержится достаточное количество белков животного происхождения. При обработке которых в печени температура повышается на несколько градусов и проходящая через печень кровь, а это примерно 4,5 тонны за сутки, согревает ваш организм после еды. Конечно, можно увеличить долю и белков растительного происхождения. Многие идут этим путем. Но! Скажем, если человеку весом 60 кг в день нужно исключить другие концентрированные источники белка, примерно 300 грамм мяса, рыбы, либо птицы, то аналогичное количество белка он может получить, съев кашу из примерно 600 грамм гречневой крупы. Представляете, какой объем нужно съесть, чтобы получить одинаковое количество белка для вашего обмена веществ? В гречевой крупе, кроме белка, есть еще и углеводы. Их примерно в 5 раз больше. И у вас идет переедание по углеводам. Иными словами, вы, испытывая возможности печени и поджелудочной железы, перемещаете в сторону сахарного диабета второго типа. Если же вы гречевую крупу замените на рисовую, овсяную, где крахмала еще больше, движение в сторону сахарного диабета ускоряется. Поэтому я бы советовал правильно увеличивать долю белковой пищи в рационе. И вам проще использовать белки животного происхождения, чем рисковать, используя в значительных количествах белки растительного происхождения. Потому как они чаще всего, если мы возьмем крупы, перевариваются легко. Но вы рискуете диабетом. Если мы берем бобовые, берем горох, фасоль, бобы, то белок из этих продуктов чаще всего у большинства переварится хуже. Следствием чего? Появляется вздутие живота, урчание, появляются газы с запахом. Это говорит о том, что белки вы ввели в свой организм. Но согрели вы этим патогенных микроорганизмов в кишечнике. Которые там всегда есть. И вот эти внешние спецэффекты, вздутие живота, газы с запахом как раз показывают, кто съел вашу белковую пищу. И у кого укрепился иммунитет. Ваш иммунитет от этого не укрепляется. И как правильно использовать? Когда правильно использовать белковую пищу, чтобы вы занимались профилактикой. Активной профилактикой обострения тех инфекций, которые в организме есть. Профилактикой перемерзания даже от поражения конечности в случае, если температура сильно опустилась ниже нуля. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Пока вы находитесь в домашних условиях и комфортную температуру в диапазоне от плюс 18 до плюс 24 градусов Цельсия поддерживает исправно работающий котел. Вам для питания, для поддержания температуры тела достаточно употреблять фрукты, овощи, ягоды, зелень, блюда из круп, злаковых. Но, как только у вас появляется необходимость покинуть эти комфортные условия, вы котел с собой не возьмете. Но печень можете зарядить правильно. И для этого в пищеварительную систему должны зайти мясо, рыба, птица. Примерно 100 грамм этих продуктов любого из них для человека весом около 60 килограмм. В этом случае ближайшие 3-4 часа, находясь уже не в самых комфортных условиях, у вас будет свой источник энергии, свой источник тепла. Который предупредит для вас переохлаждение. А соответственно знак равенства. Активация очагов хронической инфекции. Бактериальных либо вирусных не имеет значения. Кто успеет поднять голову в этих комфортных, теперь уже для обострения инфекционных заболеваний условиях, это уже история. Но! Вы страхуетесь еще от одной ситуации. Кровь более горячая. Лучше попадает к конечностям. И у вас меньше риск отморожения пальцев рук, пальцев ног, нос, уши, щеки, периферические части тела. Если им не хватает тепла, там могут развиться явления обморожения. И вам нужна будет совершенно иная помощь. Более того, вам белок нужен и для просто работы вашего организма. Для работы нервной системы, для работы мышечной системы. которые также требуют свою долю белка. И если вы в холодных условиях не увеличили свой рацион, не расширили его в плане продуктов белкового происхождения, а уровень двигательной активности у вас остался прежним, вы опять-таки вызываете конфликт между мышцами и иммунной системой. И обостриться очагам хронической инфекции легко. Развиться более тяжелым формам новых для вас вирусных либо бактериальных инфекций легко. Конечно, новые заболевания бактериальные больше характерны для маленьких детей. Их иммунная система первые 6 лет жизни работает очень жестко. И правильное питание для них должно быть в первую очередь организовано. Для всех остальных, скажем, в холодный период года, достаточно вероятна встреча с вирусными инфекциями. Самая опасная из которых — грипп. И развиться гриппу в случае, если вы с этим вирусом не знакомы, будет предотвратить невозможно. Но предотвратить осложненные формы гриппа легко. Потому что ваша иммунная система так или иначе из резервного количества белка нужно выработать нужное количество интерферона, антител и вирусную инфекцию. Закончить. А вот какие еще особенности в питании появляются зимой в связи с холодным периодом года? Вы узнаете прямо сейчас! Очень важный вопрос! Как же правильно пить воду зимой? Летом у вас такой вопрос не возникал. У вас появлялось чувство жажды, и вы пили воду разного количества и разного качества. Иначе жестко рисковали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, их обострением, либо развитием теплового, либо солнечного удара. Зимой чувство жажды не возникает. Но! Это не говорит о том, что ваш организм от хронического водного голодания зимой не страдает. Потому как вы вынуждены, учитывая резкое снижение температуры окружающей среды, добавить количество белков в свой рацион. А также синхронно должны увеличить количество воды в рационе. И количество должно соответствовать количеству белка, который вы употребляете. А именно! 1 грамм белка любого происхождения при обмене веществ, которые участвуют в обмене веществ, образуются белковые токсины или трупные яды. Называйте, как вам их удобно. Но! Для полноценного удаления этих трупных ядов должно зайти в организм примерно 42 мл воды. Если вы употребляете, если у вас вес примерно 60 кг, то при потребности в белках грамм на килограмм веса 60 грамм белков умножили на 42 мл и получили практически 2,5 л воды. Должно зайти в организм, чтобы в вашем организме было чисто. Иначе напрягается работа почек. Легко обостряется цистопиелит. Откладывается песочек в лоханках почек под названием солевой диатез. У некоторых солевой диатез с прошлого сезона стремится превратиться в мочекаменную болезнь. Растут камушки в почках. Развивается автоматически на этом процессе пилонефрит. А это номер один по развитию почной недостаточности. В принципе, хорошо тем, у кого этот песочек, эти соли периодически выделяются с мочой. И при этом регулярно либо периодически обостряются цистит. У ретрит, у мужчин дополнительным бонусом простатит либо аденомопростаты. Это в том случае, если вы не увеличиваете синхронно количество воды в своем рационе. Но! Белковый обмен, активация обмена веществ и согревания за счет белков, на мой взгляд, это единственно правильный способ согреться зимой. Изнутри согреться. Но! Есть еще ложные способы согревания зимой, которые некоторые практикуют. И при этом есть риск попасть на серьезные осложнения, о которых вы узнаете прямо сейчас. Способов согреться достаточно много. Но! В зависимости от условий окружающей вас среды, они имеют разное значение для вашего здоровья. Если вы находитесь в помещении. При комфортной температуре от 18 до 24 градусов по Цельсию. Со знаком плюс, разумеется. И вам захотелось немножечко согреться. Вы можете использовать чай из калины, малины. Липовый цвет заварить. Имбельный чай заварить. Просто чай заварить. В этом случае небольшое расширение сосудов кожи. С притоком кожи дополнительного количества крови. Действительно вас согреет. И то перераспределение тепла, которое в организме есть, вреда вашему здоровью не нанесет. Но! Если вы делаете те же действия. А вокруг вас температура ниже чем плюс 18 градусов по Цельсию. А особенно ниже нуля. То расширение сосудов кожи. С перераспределением тепла. В этих условиях приводит к быстрым потерям тепла. Иными словами. Вы на короткое время согрелись. И быстро переохлаждаетесь. Ваш организм теряет значительное количество тепла. И как минимум обострение бактериально-бирусных инфекций вам уже угрожает. А если вы в этих условиях задержались. И тепла уже критически не хватает на согревание всей кожи. Пошло охлаждение кистей рук. Стоп! То вы рискуете обморожением. Если вы вовремя не вернулись. Примерно похожее действие. Но более мягкое. Оказывают алкогольные напитки. Алкоголь приносит калорий 7. Чуть меньше чем жиры 9. Белки тоже приносят 9. Но остается в организме примерно 4. Около 5 килокалорий из белков расходуется в виде тепла. Это изänner я начал это видео. Что зимой все-таки нужно не игнорировать продукты животного происхождения. Или растительного происхождения. Кому как нравится. Просто проще набрать правильно готовы продукты животного происхождения. Чем употреблять в значительные количества продукты растительного происхождения. Белок вам нужен! Белок любого происхождения служит источником тепла. Источником энергии. Которую вы можете расходовать и для согрева своего организма. Ощущение согревания. Потому что организм свой не согреется. Температура как была 36,6 так и останется. Но! Вам будет более тепло. Алкогольные напитки также используют. Они содержат много калорий. Которые быстро, относительно быстро расходуются в виде тепла. И расширение сосудов кожи дает вам эффект согревания. Если вы находитесь в прохладных условиях. На короткое время. На ближайшие полчаса, час. Вам хватит того запаса энергии. Который был в алкогольном напитке. Для того, чтобы это тепло. Теряя через кожу, вам было тепло. Но! Как только запасы энергии заканчиваются. Вы рискуете переохлаждением, обморожением. И другими сюрпризами с этим связаны. Поэтому не самый простой путь согревания организма с помощью алкогольных напитков. Тем более, если вы используете и значительные дозы. Вы теряете немножечко ориентацию в пространстве. Вы не можете адекватно оценивать окружающую вас среду. И риск замерзнуть, риск не дойти до точки В, у вас повышается. Именно поэтому и делаю акцент на питании. Пища. Если мы берем белки, примерно на 40% повышают обмен веществ. Если мы берем жиры, на 8-9%. Но жиров, жирная пища сама по себе попадает в зимнем рационе. Потому как продукты ее содержащие, их на столе больше, чем летних продуктов. Углеводистая пища также есть. Она может разной степени быть сохранена в зимний период года. Но углеводы повышают обмен веществ на 3-4%. В 2 раза меньше, чем жиры. И в 10 раз меньше, чем белки. Иными словами, выбор о том, как согреть свой организм зимой. Чтобы не попасть на обострение бактериально-вирусных инфекций. Либо обморожение. Вы уже знаете. Какими путями, какие средства вам лучше использовать. Это ваш выбор. Я свое предложение вам сделал. Как вам это зимой поддерживать свой организм. Как правильно питаться. Какие коррективы лучше вносить в свой рацион. Чтобы ваш организм был более здоров. Да, конечно, не нужно исключать овощи и фрукты полностью из рациона. По причине того, что в них содержатся... Они дают малую теплотворную способность. В малой степени согревают ваш организм. У них их функция по насыщению рациона вашего витаминами, макро-микроэлементами. Она сохраняется. Она сохраняется круглый год. Просто нужно выбирать в большей степени сезонные продукты. Либо продукты огородные. Парниковые продукты также содержат витамины. Но если их экстремально выращивали, вы получите в свой организм еще и химические вещества, которые стимулировали рост растений. А это не всегда не самое лучшее разнообразие вашего рациона. Но в любом случае, что вы делаете, как вы делаете, это ваш выбор. А вот как правильно двигаться зимой в этих условиях? Чтобы укреплять свой иммунитет. Или во всяком случае, не ослаблять иммунную защиту по отношению к бактериям, вирусам, грибкам, онкоклеткам, старым клеткам. Вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно заниматься спортом зимой? Если потребность в белках обычного человека весом 60 килограмм. Это примерно 300 грамм мяса, рыбы, либо птицы в сутки. То, если он решит заниматься спортом, потребность должна быть увеличена до 400 и даже 500 грамм в сутки. Но! Основной регламентер в данном случае, не ваше желание. Я хочу заниматься таким-то видом спорта столько-то раз в неделю, по столько-то часов. А возможности вашей системы, вашего организма обеспечить ваше желание на метаболическом уровне. Я имею ввиду, не только ввести в пищеварительную систему нужное количество продуктов питания. А обеспечить их полноценное переваривание в желудочно-кишечном тракте. Переработку в печени в нужные для мышц белки. И доставку сердечно-сосудистой системы к работающим мышцам. Вернее, к восстанавливающимся мышцам, чтобы произошла суперкомпенсация. Иными словами, вы работаете не ради работы, а ради того, чтобы изменить объем мышечной массы. Изменить формы тела. Улучшить свой иммунитет, улучшить состояние здоровья. Но, если вы работаете чрезмерно, иными словами, мышца потребляет слишком много белка. Хуже работает иммунная система. Вы попадаете на учащение и обострение тех или иных заболеваний. Либо тяжелее переносите обычные вирусные инфекции, которые ежегодно, так или иначе, приходят в ваш населенный пункт. Худший вариант, если во время работы у вас мышечная ткань начинает уменьшаться. И это понятно. Если мышца работая, она потратила какое-то количество не просто энергии, но и износ, амортизация белков мышц состоялся. Если нет полноценного покрытия, то мышца будет уменьшаться в объеме. И вы работаете, а мышца становится меньше. А мышца становится слабее. А ваши результаты достаются вам все тяжелее и тяжелее. Если вы правильно будете вести двигательную активность в зимний период года, вы будете получать только плюсы. Если неправильно, будете попадать на эти и другие минусы, связанные с работой суставов, с работой почек, состоянием волосяного покрова на голове. Разные могут быть нюансы при неправильном отношении к своему здоровью в не самый простой период года, а именно в холодное время года. Когда температура окружающей среды диктует вам не только переобуть ваш автомобиль, либо утеплить ваше жилище. Ну и правильно относиться к самому дорогому, что у вас есть. Это ваше здоровье. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому из друзей отправят ссылочку на это видео. Возможно, стоит пересмотреть это видео сначала и обновить полученную вами информацию. Не забудьте поставить лайк, те, кому понравилось это видео. А я подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. На темы здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих каналах.